Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите уже, наверное, свое любимое шоу «Обмен домами». Вы многие писали в комментариях, «Андрюха, нам понравилось шоу, давай больше обзоров». Ребят, я всегда вижу ваши лайки, комментарии, поэтому вы их оставляйте, а я буду на это все реагировать. Новый выпуск «Обмен домами». Москва-Сити Познакомьтесь, это семья Шкаленко из города Москва. Миссис Россия-Вселенная, 2018, 35-летняя Юлия и ее 41-летний муж, бизнесмен Кирилл. За спиной у них 15 лет брака и двое сыновей. Я королева красоты. Я смотрю, живут они, не бедно. У меня есть небольшой бизнес, связан с электронной коммерцией. На этом мой налоговый отчет закончен. Спасибо за внимание. Небольшой бизнес. Ну что вы, не нужно скромничать. Много лет назад Кирилл стоял у истоков запуска электронных денег в нашей стране. Что позволило ему преуспеть в этой сфере и отправить двоих взрослых сыновей учиться за границу. Это как раз тот, который на биткоине поднялся. А также купить для своей ненавидной апартаменты площадью 250 квадратных метров на 45-м этаже в самом престижном районе города. Москва-Сити. Мы живем в самом сердце столицы, в Москва-Сити. Здесь, я себя чувствую на вечере мира, все видно как на ладони. Панорама на миллион долларов. Ну а если быть точнее, на 65 миллионов рублей. Именно столько Кирилл, как он говорит сам, отлистал за хоромы для своей королевы. Да! На 250 квадратах уместились две шикарные спальни, отдельная гардеробная, гостиная с панорамными окнами и кухней, пара ванных комнат и венец планировки. Три туалета. Однозначно, этот дом говорит о нашем статусе. Потому что мы к этому шли не один год. Мы стремились и хотели именно такое жилье. У любого бизнесмена есть визитная карточка, это его дом, либо еще что-то. Но мы считаем, что это наша визитная карточка. Кирилл с Юлей выбрали такое жилье не только на зависть друзьям и чтобы голова от кислородного голодания кружилась. Место расположения квартиры позволяет Кириллу вести дела, не покидая бизнес-квартала. Непонятно, какие дела. То есть, я так понимаю, что барышня вообще не работает, да? Она просто мисс вселенная, мисс красоты. А вот он, ну типа маленький бизнес. Юлей, как настоящей королеве, целыми днями заниматься собой. Уже несколько лет основная работа для нее – это лишь поддержание своей ослепительной красоты. Сейчас, на данный момент, я ничего сама не делаю, хотя я все умею. Вместо меня делает клининговая компания. Посуду моет, посудомойка, еду. Заказываю в ресторане. Посуду моет. Тяжело быть все-таки королевой. А еще буквально 15 лет назад Скромная выпускница Одесского университета экономики А, вот они якобы познакомились, да? С одной парой кузель дипломом и сумкой бабушкиных пирожков приехала покорять Москву. Тут ей и встретился успешный молодой бизнесмен Кирилл, которому она вскружила голову своей красотой и умением вкусно готовить. Умением вкусно готовить. Тут показывают, как вообще по факту доставка еды пришла. Но спустя годы, получив признание и титул, Юля совсем забросила стряпню и домашние дела. Сейчас Кирилл, не задумываясь, променял бы все короны жены на любимые пироги и котлеты. Хочется просто обыкновенной еды. Ты шо? Когда меня начнешь нормально? Я не успеваю готовить. Нужно чуть-чуть кассету на пару лет назад отмотать. Надеюсь. Я бы хотел, чтобы моя красопета, она чуть-чуть протрезвела и немного вернуть ее в реальную жизнь, напомнить корни и истоки, чтобы она чуть-чуть проснулась. Как-то далеко все зашло. Разбаловала ее, да. Для меня это не проблемы. Я считаю, что женщина, она создана для красоты и для любви. Для человека искусства. Для Кирилла... Будем жить в говне, но в искусстве. Извини, дорогой. Были деньги, я такая стала. Этот проект – последний шанс вразумить свою избалованную королеву и напомнить, что такое товарный бюджет, созданный своими руками, а не ресторанной едой и горничной. А шо? О! А это семья Павловых из хутора Горский. Нормально. По семье 37-летний Павел, его жена 39-летняя Елена и их дети Антон, Настя и Кроха Святослав. Они вместе с мамой главы семейства, 75-летней пенсионеркой Татьяной Викторовной, 4 года назад отреклись от благ цивилизации и уехали из большого города жить в деревне. С большого города? Это какого? Живем в хуторе Горский, Волгоградской области. Раньше Павел работал обычным менеджером в большой компании, а его жена кассиром в крупном банке. Но им надоело то, что все крутится вокруг денег, и они решили убежать от финансовой зависимости. Ну вот вы серьезно, да? То есть она была, в общем-то, кассиром в крупном банке. Ну ладно, кассиром в крупном банке, это звучит просто кассиром. Он был каким-то менеджером по продаже. И вот они такие сидят. Что-то мне захотелось вообще все нахрен. У нас есть дети, давай все бросим без денег и поедем в самую задницу мира. Вот нормально. Для детей в самый раз. Для того, чтобы они, в общем-то... Кем они могут стать там, я не знаю. Такие избы, как наши, здесь стоят от 200 тысяч рублей. Здесь вообще можно без денег прожить. Я уже ставил такой эксперимент, когда у меня в месяц были нулевые затраты. Ноль просто, ноль, сто рублей за свет и все. Так он гордится, типа, да? Если кто-то уже начал собирать чемоданы, не торопитесь. Вот что входит в специальное предложение изба за 200 тысяч рублей. Однокомнатный дом площадью 25 квадратных метров, дровяная печка, летняя кухня, душ и туалет на улице. И, конечно, подземные постройки и огород. По словам Павла, этого достаточно, чтобы вести здоровую, полноценную жизнь целой семье. Да. Жизнь получается более органичной какой-то, более естественной. В городе какой выбор у человека? Никакой. Он пришел в гипермаркет. Это Е, это консерванты, канцерогены и так далее, и так далее. Я просто настоятельно рекомендую уезжать из этих городов. Вы просто почувствуете, насколько новыми красками заиграет ваша до сих пор... Вот то, что новыми красками она заиграет, так это по полной. То есть людей реально волнует то, что там продукта столько же Е, а сколько того. Боже, это некоторые просто добавление делается для того, чтобы продукт просто дольше не портился, еще что-то. Да вы что? Лучше так же, чем вот... Про бесцельная, бессмысленная жизнь. Сама хозяйка дома Елена тоже разделяет точку зрения любимого мужа. И даже согласилась заниматься образованием детей на дому. Но все же в глазах присутствует... Та не вышло. Та не вышло. Это ж там всякие химии в продуктах. Та вы шо там? Столько всяких добавок. А тут в кафешечку хочется. Та там же что же все-таки может быть? И вино какое-то там с ароматизаторами и так далее. Ее главное переживание связано с образованием и занятостью детей. Зачем? Да и по элементарным благам цивилизации Елена тоже откровенно соскучилась. Я думаю, что, конечно, что-то в этом есть, в этом прогрессе, да? Те же стиральные машины, без них, к сожалению. Опять-таки, какая-то техника. Это удобно. Хотели бы что-то изменить. Но не получается пока. Ну, бред. Они что-то сами себе противоречат. Ну, точнее, баба. Тут она говорит, что мы замахались от такой всей жизни, что мы вот, в общем-то, уехали из города, потому что здесь хорошо, деньги не нужны. Прям вообще счастье. Тут же она говорит, ну, мы заскучились за кафешками, за стиральной машиной и за всем этим. Ну, чинись уж бред. Эти блага цивилизации, прогресс, он и необходим только в ритме большого города. Проект обмен домами. Все, ребят, я понял диагноз. У нас просто есть мужик, который главный. Он сказал, все, нахрен это. Баба как бы сначала сопротивлялась, говорит, ну, вот тут же хорошо. Нет. Благо, нахрен. Мы живем в лесу. Супер. И как бы она, ну, ладно, я же жена, я же должна как бы соглашаться с ним. Хорошо. Хотя на самом деле видно по ней, что она не особо рада, что он тут живет. Это единственная возможность для Елены вразумить мужа и подтолкнуть его к улучшению жилищных условий. Мужика поплавило. По правилам проекта две семьи меняются домами и образом жизни. Машинами, бытовыми проблемами и даже способами отдыхать. А также оставляют друг другу сумму денег на три дня, которую обычно тратят за это время сами. В наш дом едет другая семья. Нужно подумать, сколько мы оставим им денег. Ну, я думаю, тысяч двести пятьдесят хотя бы можно оставить. Сколько? Двести пятьдесят. Что, сумасшедшая, что ли? Ну, я же не дала тысяч прошу. Три дня тратят. Три дня всего лишь здесь будут жить. Каких двести пятьдесят? Ты о чем говоришь? Ну, давай двести тогда. Нет, ни за что. Ты что? Опустись на землю. Каких двести пятьдесят? Давай выпьем еще. Пятьдесят. Чем меньше, тем лучше. А мужик экономит. Непонятно куда, непонятно где. Ну, я не думаю, что они тоже нас будут обижать. А кто они? Ты не знаешь? Я не знаю. А если вдруг вот его жена захочет сходить в ресторан, в спа, ну, ей же тоже понадобятся деньги, она же женщина. А вдруг они так же для нас так будут встречать? А если я захочу с Илоном Маском на Марс полететь завтра, так что это? Нужно же оптимизацию какую-то включить. Ну, не знаю, ну, там тысяч сто хотя бы, а стат тогда? Не, не, да? Вот, смотри, от сердца отрывает. На, 60, остальное на базу. Считай, я с горя выпью. Да, Юля, как для королевы красоты деньги ты просишь слабовато. Посмотрим, какой бюджет оставит семья Камбла. Ну, я думаю, если он говорил, что у него бывало 100 гривен только, ой, 100 рублей на свет, то, я думаю, не сильно много. 250 на все вообще. Не, на 3 точно должно хватить. Давай посмотрю, сколько у меня вообще есть с собой-то. Давай. 250 оставим, а сколько есть? Ну, давай, рублей 500, да? Многовато. Здесь все свое, ничего не надо тратить. Не живы на природу приедут, пускай попробуют шашлычок. Можно и без мяса обойтись, картошку запечь, овощную рагу. На мясо это сразу будет много. 15 рублей, пакет косточек. На базаре часто вообще даже дарят. Дарят, да, шашметки всякие, кожа, жирочек. Голодными в Борском просто нереально остаться. Давай 700. Косте дали, то есть они думают, что они собаки, да? И остаться даже, по-хорошему. Ну, давай. Гостей надо встречать. Гостей надо любить. Пусть ни в чем себе не отказывают. Пусть ни в чем себе не отказывают. Пойдут себе на рынок. Косте бесплатно наберут за 15 рублей. Хотя так и не повод, то бесплатно или 15 рублей просто и так отдают кто-то. Я думаю, не пропадут. Чтобы дома вернулись к владельцам в исходном состоянии, а гости по-настоящему прочувствовали другую жизнь, семьи оставляют рекомендации. Не, ну, контраст большой. В качестве доказательства их выполнения фотоотчет. Мне без разницы и куда бы я бы не попал, потому что я не знаю, где был, и меня сложно удивить какими-то дорогими домами, дорогими вещами. Ой, да, да, там и шоу. Я бы хотела в Австралию. Я давно уже об этом думаю. Вот мне интересно, вот когда вот берут у таких вот богатых, они реально думают, что они еще типа по кого-то богаче найдут. Типа, что они якобы бедные, да, а есть еще кто-то богаче. Либо сидит вообще съемочная группа, ну, просто вас поменяют, там, с другой семьей, там, с другими домами, почувствуете. Они такие думают, вау, наверное, поедем вообще, может быть, в Майами в семью какую-то. Неужели мне говорят, что вот вы живете шикарно в Москва-Сити, мы вас поселим, мягко говоря, в условия, где, мягко говоря, не условия. Нет, они такие думают. Ага. Прыгающие кенгуру, наверное, да, да. Пришло время обмена домами. Прыгающие кенгуру. Семья Шкаленко оказалась в хуторе Горский, а тут недалеко, в общем-то, с порядочком. Добро пожаловать в новый дом. Ну давай, кенгуру. Семья Шкаленко в целости и сохранности добралась на хутор Горский, что находится в Урюпинском районе. Я думал, она будет в шоке. Кирилл и Юля уже готовы с головой окунуться в деревенскую жизнь. Что-то у нее глаза на лоб полезли. Я, конечно, пришла в шок. Не Австралия, да? В такой местности. Реальная жизнь протрезвеешь. Я трезвая. А мужик такое чувство решил проучить ее. Да пусть не подходит, то колготки мне порвет еще. Колготки стоят 15 тысяч. Я не хотела, чтобы она ко мне подходила. Я очень грязная. Знаете, тут на самом деле сразу видно, что, знаете, такая баба с короной. Типа колготки стоят 15 тысяч. Я бы не хотела. А мужик пытается теперь ее на землю вернуть. Левый. О! Королева. Иди сюда. Ой, боже мой. А мужик нормально будет. Более... Да не бойся. Давай, не бойся. Это гараж у меня такой. Да? Одна ваша, одиная сила. Ну что, садись, поехали в Москву. Пока, конечно, все хихоньки да хахоньки, только вот поездку в Москву придется отложить на пару дней. Королева. Эй. Привет. Это черный, это мальчик, наверное. А это его жены, да? Наверное. Это уже расизм по цвету определять. Там, душ, смотри, какой обалденный душ. Лакшери. А как здесь к мыться? Ну как, вот так. Да, встаешь из бочки, побежала. Я не буду здесь мыться. Пойдем дальше. Я лучше салфетками буду вытираться. Здесь холодно и постудиться можно. А зимой где не купаются? Летний душ, я не знаю, это даже не летний душ. Слышь, какой запах? Обалденно. Птички поют. А нам что? Речка рядом, как в барвихе почти. Домой меня отвези, я не буду больше тратить твои деньги. С одной стороны, конечно, я радуюсь, что она сальто сделает и приземлится в нужной позе. Да вот, ключи. Добро пожаловать в реальную жизнь. Или, как говорят местные, welcome to hell, столица. Красота. Впечатление, что у меня появился милофон и я вернулся в прошлое. Боже мой. На что у тебя такая реакция? На евроремонт? Это просто жизнь. Это что, до сих пор топят печь? Я заживу. Боже. Люди, конечно, живут-то, пищу готовят, что топят. Я уже думала, это все уже прошло. Я знаю, тебе ковры на стенах нравились. Да, обожаю просто. Я прям не могу. А мужик такой, знаете, с юмора подкалывает ее. Отличный батут. После наших условий, конечно, это такой серьезный, да, контраст. О, какая клава. О, у них комп есть. Это что такое? Вода 20 рублей 50 копеек. Лапец, переезжай. Мне цены очень нравятся. А где они все моются? Не знаю. Я вообще не понимаю, как они моются зимой. Тазики, что ли, носят? Боже, неужели это то, что я думаю? Гусли, что ли? По-моему, на этой юнике ласковый май еще, да, Венеград? Белые розы. Кто там музыцирует, да, у них? Не знаю, может, мама успокаивает. А уже не играет? Не розы, да. А что, успокаивайтесь, смотри, природа. Смотри, видос какой. Почти как у нас на миллион долларов. Хорошо, что хоть стекла, а не бычий пузырь. Мне только, кажется, природа здесь спасает. Температура в доме меньше, чем на улице. Да, кстати, холодно. Это погреб. Смотри, можно до потолка, но у нас нет. Да, это еще спартанская через штуру остановка. Непонятно, такие условия проживания. Ты бы жила так? А по-любимому, я бы жила везде. Ой, да ладно. Это понятно, да, это все. Лирика так реально. Я бы так жить не смогла. Отрезляет. А реально жить, конечно, не знаю. Для меня это такой легкий шок, скажем так. Расслабились в своей жизни столичной. Конечно, у нас это все выглядит по-другому, конечно. У меня было прозрение, насколько бывает жизнь другой. И для меня это было, конечно, шокирующе. А тем временем семья Павловых в полном составе приехала в Москву и тоже готова знакомиться со своим новым мам. А особенно мамаша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально, сорок пятый. Не пятый. Ну, конечно, классно. Прежде всего, шок от контраста. Громада из стеклобетона. Ощущаешь себя каким-то маленьким таким клопиком, что ли. Я в такую мясорубку боюсь заходить. Шикарно, золотые стеночки. У меня кухня в Курском такого размера, да? Да. Уже 25-й. Уже 30-й. Уши заложила. Мать. Да, у меня закладывала. О, что, что, стали? Сейчас у меня разгрызала. Выходим. Ого. Как говорит Кирилл Шкаленко, добро пожаловать в реальную жизнь. Тук-тук, кто в теремочке живет? Юлия Шкаленко. Семья А, это она в комом составе приступает к тщательному осмотру нового жилища. Ну что, это спальня. О, гардеробно. далек по своему уровню. А можно посмотреть, что такое 45-й этаж из окна? Поехали. Раз. Ого. Когда подошла к краю, это был странный. Каленки потрусились. Сейчас мы рухнем все туда. Вот на краю пропасти. Стоишь на краю пропасти. Такое впечатление, что ты находишься где-то посреди неба. Посреди неба дети быстро нашли себе нового неземного друга. ух ты, айба. Откуда у них такие игрушки для маленьких? Сидеть. Сидеть. Двое взрослых детей. Точнее у него страшная подделка. Это все настолько убого по сравнению с обычным доваровым щенком, который живой, понимает, проявляет эмоции. Чувак, я тебе открою секрет. Это называется детская игрушка. Знаете, вот дали бы ребенку какую-то детскую машинку. Страшная подделка. Это вообще как бы по сравнению с Жигулем, живым, который ломается. Это все фигня. Ты серьезно, мужик? Ты какого хрена на игрушку наехал-то обычная игрушка? Что-то ее сравниваешь с живой собакой. Детские игрушки никого не впечатлили. Поэтому забросив железного пса подальше, семейство продолжило экскурсию по дому. Ого, какая... Лежак! Какая корыца! Тут есть горячая вода? Не, вы что, они все холодные моются. Смотрите, как здорово лежать в ванной и смотреть на весь город. Хочется принять такую ванну и сегодня вечером я это сделаю. Мне ванна не понравилась, она показалась мне совершенно неудобной. Ваня круче, в любом случае. Ваня бесплатная, принципиально другой уровень комфорта. Да, не так чисто. Чего-то ты, Мишка, не понимаешь. Может быть. все эти удобства ослабляют человека. Чтобы принять ванну мне нужно произвести некоторые усилия. А здесь открыл кран, все есть, теплая вода, естественно, все мышцы атрофируются за неиспользованием. Смотри, здесь нам оставили щетки новые, вот это да. Такое чувство, что они это... Полное пилинг против морщины пигментных пятен. Чувак вообще как-то с головой. Против морщины пигментных пятен нужно побольше быть на свежем воздухе. Да, мужика на самом деле с головой уже того. Око Москва-Сити родилась новая звезда косметологии и дерматологии Павел Павлов. Можно записываться на прием. Не могла за всю жизнь подобрать помада нужного цвета. Не могла подобрать. Поэтому остановилась на естественных красках. ух ты. Мисс Ворлда Москва-Регион. Можно я 5 минут побуду Мисс Юниверс? Да ты круче. Спасибо. Подожди, надпись должна быть... Старятся все одинаково, что миссы, что не миссы, через 20 дней ее ничего не останется. Стволовые клетки, операции. Косметолог Павел Павлов рекомендует. Можно в этой короне проходить ну хотя бы до вечера. Мы с бабушкой королевой. Я поняла, это мое, действительно. Она смотрится на мне и действительно королева. Все, я заберу себе. Ой, сколько платьев. Слушай, ну это все синтетика чистая. Я не знаю, как это можно носить. Боже! Это куда одевается? Не знаю, что это я. На голову. Вы по этой части. Это бабушки. Для семейства Павловых самым удивительным в доме Школенко оказалась не современная ванная. Не панорамные окна, а огромная гардеробная комната, где они смогли отвезти деревенскую душу по полной. И даже Павел. Для гардероба отдельная комната. Пиджак для него. отдельный шкафчик. А целая комната для бесконечных платьев, туфель. Вот это каблуки. Павел, вот если бы мы еще не были знакомы, ты бы обращал внимание на такую девушку? мне каблуки никогда не нравились. Современная красота и удобство. Да, конечно, это несовместимые вещи. Настоящие леса. Тебе помочь надеть, да? Как у Трунова, наверное, на воротах. Что ж ты будешь? В таком богатом доме ничего не работает. Чтобы удостовериться, что все окружающее великолепие не подделка, Павел решил начать с малого. Серьезно? Натуральный лемех. Настоящий, да. Безумно дорого, бессмысленно. Какая? Одна куртка, это можно надеть весь детский сад. Обычный, простой, удобный, комфортный, натуральный одежды. Павел с Еленой так увлеклись подсчетом А, даже курточки с бирками? Что о своих, которые ничего не ели с самого утра, видимо, забыли. Серьезно? Паленой шерсти, да, хорошая вещь. Знаете, что самое интересное для меня сейчас? Это лицо Юлии. Как она сейчас ощущает себя в нашем доме. Да она шикарно себя чувствует. А Юля в это время по-королевски осматривает свои новые владения. Так, что здесь у нас? Хоромы. Короче, это твоя территория, так понимаешь? Да нет, моя территория уже давно не готовила, так как я королева, я миссис, меня муж разговаривал. О, боже, как я не люблю такой тип людей, которые я такая вообще... Я никогда не готовлю, я вообще, в общем, я мисс, я нет. Баловал, тут так тем более с такой кухней готовить просто нереально. Помидорчик. Помидор у нас настоящий запах. Морковка тоже. Что, все едобные? Угу. Ничего нет. Надо приготовить. Они тут готовят все. Ручками. Ух ты, красота какая. Это все, что мне нельзя. Сольности, мясности. Я не питаюсь жирными продуктами, потом придется на тренажерах не один месяц это все выгонять и чистить кровь. Это для меня, наверное, оставили. Спасибо, друзья. Яйца. Настоящие? Без печати. Вот, красота. Слушай, я так поняла, не на всем своем. В общем, понятно, ничего здесь для нас много нет. Все натуральное вроде, все настоящее. Тоже плюс. Тем временем в семье Павловых наконец-то вспомнили о еде. Это моя мечта. Это все духовочки. Тут, да, наверное, посудомоечные машинки. Да. Опа-на! Ух ты! Мам, дай понюхать. Да, это какой-то, наверное, соус. Попробуй, вырвет тебя сейчас. Подожди. Молоко. Да, я понюху. Может быть, мы возьмем чашечки, как люди... Полезные, да. Из чашечек. Какие-то соки, наверное, натуральные. Ой, вот это очень вкусно. Ребята, это очень вкусно и очень полезно. Ужинать нечего, обедать нечего. Режим лечебного голодания? Пластмассовый. Это у нас инжир в натуре, который... Или слива какая-нибудь китайская. Скорее всего, это орех какой-то. Это не знаю. Похож на вот, который у меня в капусте растет. Это экзотические фрукты. К заморским экзотическим фруктам. Лучше, наверное, яблок просто килограмм съесть. Вот. А мне дай попробовать. Ну куда поперек, бачка? Это то, что я люблю больше всего. Это, наверное, вот... Так как соков недостаточно в холодильнике, естественно, мы решили что-то заказать. Решили заказать суши. А, то есть они уже деньги получили, да? Неожиданно решила всплывшая на экране планшета реклама японского ресторана. Филадельфия ролл. Тысяча двести пятьдесят рублей. Дорого, конечно. Ну давайте шиканем, делать нечего. Нет, надо поторговаться. Поторговаться! Я представляю, звонишь такой, там, не знаю, там, в какой-то ресторан. А может, давайте договоримся за столько-то мы не можем. Давайте договоримся. Ну, я всегда торгуюсь. Идем. Все, все. Ага. 30 минут. Поторговаться. Пылесос, мам! Робот-пылесос! Он делает сам умор. Ну, я хочу такую. Запрограммированный на ежедневную уборку робот-пылесос стоимостью шестьдесят тысяч рублей вышел на тропу войны с пылью и грязью и сходу покорил Татьяну Викторовну. Такой пылесос я видела впервые. Бесполезная цацка, которая 50 тысяч, по-моему, стоит или 100, но что-то около того. Хрень полная. Никто не вздумайте покупать. Теперь, когда первые эмоции улеглись, пришло время узнать пюджет на выходные и ознакомиться с правилами нового дома. Это похоже нам, да? Похоже, Юля еще надеется, что это розыгрыш, и вот-вот они поедут домой. Она даже не снимает свое шикарное пальто. Ух ты. Да. Это нам бабло столько осталось? А ты кричала, давай оставим 250 тысяч. Вот тебе. 700 рублей? Я в шоке, я не пойму, почему они оставили так мало денег? Пф, ты серьезно? Ты вообще видишь, каких вообще... Мать его! Где ты находишься? Я просто слов не понимаю. Почему так мало? Странно! Я сам не знаю. Вроде бы шикарно люди живут, денег должно быть много. Тебе пойдет на пользу такой бюджет. 700 рублей, это я могу потратить на чашку кофе. Ну, это как раз называется реальная жизнь, а как ты хотела? Я теперь думаю, да, если люди живут на такой сумме, а у меня колготки, извините за 15 тысяч рублей, эти бы колготки могли бы здесь кормить эту семью, ну, не знаю, наверное, сколько. Колготки 15 тысяч рублей. 50, 60. Ничего себе! Почти 100 раз, 80 раз раз разница между бюджетами. Убери деньги быстро. Куда их нужно брать? Как мы их потратим? Деньги я с удовольствием уберу. Цивилизацию Павел не любит, а вот деньги, кажется, наоборот. Пойдем в ресторан, пойдем в Кодино. Сейчас пойдем прожигать жизнь. Там, где мы бы никогда не были. Они за три дня тратят столько, сколько в деревнях тратят за 3-4 месяца. Так, а это что за картины? Опа! Задание тебе. В нашем доме женщина-королева. Она не занимается хозяйством, а занимается только своей красотой. Ну, это болезнь. Горячий душ и ванна остается моей мечтой, Павлик. Бред! Болезнь! Больной опыт. Не выпейте все наше вино. Прокатитесь лучше на нашем автомобиле, который припаркован на парковке. А на розовом? Раридетном автомобиле. Что старенькое. Мы заказали вам на завтра на 8 часов столик в ресторане. Вот это нормально. Последний раз мы были в ресторане на нашу свадьбу, да? В Ульпинске тоже прекрасно можно покушать. Где? В нашей столовой у Ирины? Лишним не будет лишний раз поесть. Так что спасибо большое. Я уверен, что все равно мы удивили их больше, чем они нас. Следите за животными. Капля одна штука, гуси шесть штук. Что такое капля? Одна штука. Да, лошадь капля. Одна штука. А что за ними следить? Пусть сами ходят где хотят. Приготовьте еду на костре. Следите, чтобы дрова не отсырели. А что готовят-то на костре, не помню. Что-то в холодильнике сало было. Нет, ты будешь. Нельзя? Нет. Ну я за тебя, значит, поем. А мне что есть? Яйца. Мы не пользуемся бытовой химией. Даже лошадь моется натуральным мылом. Натурным мылом это как? Навозом? Я тоже вот не знаю как натуральное мыло. Без химии, без удобства и без денег. Правила поведения в доме ясны. Деньги получены. Пора начинать новую жизнь. Здесь будет спать бабушка. Здесь большой плюс, как я вот считаю, что нет, во-первых, никаких ковров, нет никаких... Все в норме. Где надо? Картины. Поэтому после разговоров о прекрасном Бабушка ковры не любит, да? Решила времени не терять и к нему прикоснуться. А что может быть прекрасней для женщины, чем новый парфюм? Как жаль, что я ничем не пользуюсь. Дайте хоть побрызгаться, а то все... Лошадиные запахи да лошадиные запахи. Тут нормально. Сокровища. Ты видел кольцо, которое сгибается вместе с пальцем? Это, кажется, кольца, а я думала брошки. Первый раз вижу такие кольца. Самое большое, что мне понравилось, это камни. Я жила в то время, когда даже золото было дефицитом. Мы обручальные кольца сможем покупали по справке из ЗАГСа. Любые украшения человека излишни. Человек природы из Кознан уже прекрасно. Паша. Не, реально, мужика с головой, да. Это уже не почувствовать себя женщиной. Может, она не хочет быть черной крестьянкой, а мечтает стать столбовой дворянкой. Может, он еще этот экстрасенс какой-то, эзотерик. Я понимаю, сколько это все стоит, какой это уровень жизни, какой это должен быть высокий уровень доходов, чтобы все это обеспечить. А у москвичей на Ходоре-Горском похоже первый гость. Кто-то ломится там. Здорово. А где Павел? Я вместо него уехал на три дня. А почему у вас лошадь в сарай стоит? А что с лошадь в ней-то? Она должна на пастбищи быть. Так сейчас выведем. Выведите. И вечером заберете. Хорошо, спасибо, уважаемый. А если бы сосед не пришел, то мы бы, наверное, и не знали, что нужно ухаживать, кормить и так далее. Дорогая, пойдем, лошадку выведем сразу. Да у меня копыта такие же, как у нее. Пойдем, пограем, на. Не, я не буду. Не, не будешь? Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Я не лязгнула. Я ее боюсь. Скороденько. Стой, 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 стой. Иди сюда. Это не я, видишь. Ты не можешь не справиться. Сюда иди. Пойдем. Ты меня забыл совсем. Лошадь взял. Ты сзади не иди только. Пойдем, зайка, пойдем. Иначе бодонет, да? Вот так вот. Все. Все, гуляй. Боже. Гулять, гулять, гулять. Какая женщина. Лошадь-то. Блин, ну я к забору, наверное, привяжу ее. Главное, голодной лошадь не оставить. А то она до приезда хозяев не доживет. Я тоже хочу есть. Сейчас покормим. Травка есть. Наедай морду. Я тебя попозже заберу. Свести, если что. А на 45-й этаж башни Ока... ...выше доставили японскую еду. И бюджет сразу опустел. На 6 тысяч рублей. Нормально. Так, ну что тут нам принесли? Необычное какое-то. Это заморская, японская, да? Опа! Интересно он кушает. Похоже, Татьяна Викторовна, которой на первый взгляд с помощью палочек только свитер могла связать, единственная разобралась, как правильно держать их в руках. И в рот, правильно? Да? Мама родная. Что-то такое... Ее нужно целиком. Не русское, да? Домашняя кухня намного вкуснее. То, что можно заказать. Это все время. Саму не готовить. Все не так. Бред, ну чинись уж бред. Живот. Ай! А где тут туалет? Тут их три. Беги. Пока Павел выбирает один из трех туалетов, Юля с Кириллом тоже отправились на поиски уборной. Тут туалет проходить. А, вот как кирпич, слушай. Велкам. Не, не бойся. Да я не боюсь. Подержи, потому что мне жалко мое пальто. Запах, конечно, там ужасный. Это вот песец, он сразу бы впитал все песцовые, как я говорю, дела. Ну, так слушай, Юля, даже сесть можно. Ты посмотри на вот эту сидушку. Фу. Извини меня, ну что, нельзя купить сидушку мягкую, хотя бы, чтобы удобно было садиться. О, боже. О, боже. Закрой дверь. Нет, я не хочу. Нет, я не буду ходить. Ну что, будет носить до Москвы? Я не могу сесть в такую сидушку любезгливую. Я буду ходить в кусты. Жену мою, да, накрыла здорово. Пока Юля знакомится с местной горой... Передумала. Елена вспомнила, что в этом доме женщина-королева и решила принять ванну. Так, ну что, попробуем сделать ванну с пеной. Ой, так. И постеплее. Ну давай, набирайся, красавица. Налила воды, пены и пошла мыть посуду. Так. Ну, включаем. Посудомоечка. Кажа не верится, что Елена никогда не пользовалась посудомоечной машиной. Настолько уверена, она действует. Пауэр. Это выбор программ. Ну, давайте оставим эко. Я люблю мыть все-таки с натуральными средствами. И в горском у меня горчица. И что ты хочешь туда кинуть? И максимум сода для посуды. Не надо сюда это кидать. Не горчицы, не соды. Испортите машину. А, видимо, только таблетки вот эти вот. Где-то. Вот они, да. То я помою просто теплой водичкой. Нажимаем старт. Мне вот интересно, когда вот жирно от тарелки и так далее. Теплая водичка сто пудов поможет. И, наверное, поехали, да? Опа. Возможно, сегодня отсутствие горчицы и соды предотвратило незапланированный ремонт посудомоечной машины. Но все равно что-то пошло не так. А, у нее выключается сразу. А зачем ты опять ее открыла? Там еще не видно. Там должно быть слышно. Рано открыли. По-моему, ничего не происходит. Пока я разбиралась с посудомоечной машиной, естественно, это ушло какое-то время, когда я забежала в ванну, там уже случилась катастрофа. Боже мой! Вот тебе и ванна с пеной. Надо срочно ликвидировать вот это безобразие. Вся вода с пеной вытекла из-за ванны, все разлилось по полу. Как так получилось, мама? Ну, я разбиралась с посудомоечной машиной. Я не думаю, что так быстро нальется. У нас как наливается вода в Горском? Кап-кап. Утро приходишь, баллон налился. Зачем ты еще больше разливаешь? А вот и цивилизация начала доставлять хлопоты семье Павловых. Завтыкали на самом деле. Нет, подожди, это полотенце. Я видела еще бабу. Не более того. Для ног оно уже мокрое, и можно... Видимо, Павла не сильно волнует неожиданный потоп. Помогать жене он даже не собирается. Это бабская работа, убирать. А, кстати, а обслуга где? У меня же есть бюджет. Нет, подождите, я принесу швабру из той ванны. Я видела, да. Действительно, давай-ка полотенце. Все, нету, нету. А, этим прям обернуть, да? Ну, оберни прям этим. Подожди, только вот эту надо... Она, конечно, грязная половая. Давай, защелкни ее. Сначала нужно... Где она грязная? Слушайте, ребят. Все. Я бы сказал, что у вас дома там творится. Давай-ка, они уже так. А не полотенце. Все приходится заниматься, да? Половую швабру, обатали полотенцем. Все ли в порядке будет внизу у соседей? И как это все быстро собрать? Опа! Знаешь, как на палубе моет? Ой-ой-ой. Сейчас ты разорвешь еще дверь. Да, вот это нежелательно. Вы куда? Черт. Вон туда, к душу. По-моему, это все сюда, наоборот. Хотела в ванну, получай в ванну. Да. По полной программе получила. Пока Павловы справляются с последствиями ЧП, Юля поняла, что забирать ее отсюда никто не собирается. Скинула свое драгоценное пальто и приступила к готовке чая. Приготовление шашлыка из сала Кирилл взял на себя. Чай с салом пробовал, отменял. Не, сало тебе ничего. Слушай, что-то я так замерзла, мне холодно. Иди в дом, погрейся. Чувак, у тебя сало горит, тебе не кажется? Нам должно быть на улях. Дорогая, иди. Давай, Саван тебя ждет. Дорогая. Блин, что там такое? Еб***ь. Юля настолько замерзла, что решила достопить печку. Хотя никогда этого не делала. Ой, молодец. Ой, хорошо. А достать заслоночку? Что ты тут надела, не пойму. Ты не знаю, я вся дымлюсь, не могу. Все, выходи. Мне надо пальто из малой вынести. Похоже, из всего, что окружает Юлю, самым ценным является... Пальтой спецца. Фу. Да заслонку откройте. Я хотела согреться. Тебя, ты там что-то делал, я не знаю. О, Боже. Согрелась, нормально? Нормально. Молодец. Думала, пока зайдет в дом, а у меня уже тепло. Все-таки городская девушка, неприспособленная. Фух. Чисто. Пока все выветрится. Не, все равно он идет, дым сюда. Не должно так быть. Полчаса Кирилл пытался все исправить. Но дыма в доме становилось только больше. Дышать стало невозможно. Но заслонки должны были помочь. Впервые за эти дни семья Шкаленко почти потеряла контроль над ситуацией. Тут, значит, все-таки уже проблема в чем-то другом. Спасать салон. Жесть. У меня жалко мужика. Что, те пошли с посудомойкой разбираться? Вот так спичка, я думаю. Ну, че она так задымилась? Все, пошел разгребать дела. Да, само гореть можно. Чемоданы спасли, все нормально? Да. Ну, и сама была. Завтра буду спрашивать претензии свои. Ну, ничего. Зато будет что вспомнить. Это да. Воспоминания, пожалуй, единственный плюс в этой ситуации. Хоть какая-то награда за пережитый стресс. Пока спать где будем, непонятно, да? Печь топить, это не женское дело. Пока на хуторе семья Шкаленко спасала дома. Мне просто возможно с печью что-то не так. Павлова спасали от потопа соседей 44 этажа. Снизу никто с жалобами так и не пришел. Пол снова стал сухим. А вот мечта Елены понежиться в ванной так и осталась мечтой. Все, спокойной ночи, давайте. Завтра рано вставать, завтра много интересных событий. Я пошел укладывать детишек, и из второй ванной вылазит на меня Теща. Божество с розовыми волосами. Да просто голову шампунем, по-моему. Ах ты, боже мой. Анжелика в новом цвете. Да вот, дура старая. Вместо шампуня взяла, не разобравшись, краска. И покрасилась. Бабка, ты шампунь от краски не отличила. Шампунь перепутать с краской, это в порядке вещей для бабушек. Тимиков миллион. Вместо шампуня применила какую-то марганцовую. Нормально, бабуля. Расстроилась, расстроилась. Ну, дело поправимое. Отрастет, да? Теперь осталось ноги покрасить. Спокойной ночью. Теперь детям точно должны присниться розовые сны. Да. Наконец, этот день закончился. Дети улеглись спать. Решили по-королевски закончить этот вечер. Вот так и пригодилась бутурка шампанского, любезно оставленная гостям хозяевами. Без рекламы того, чего они пьют, да? Что наше путешествие? За этот необычный для нас с тобой вояж. А вдруг это начало новой жизни, возможно? Возможно. А вот праздновать семье Шкаленко было нечего и нечем. После часового проветривания, чтобы не замерзнуть, им пришлось надеть на себя все свои вещи и лечь в холодную постель. А запах дыма так никуда и не делся. Вообще, мне, конечно, понравилось. Поехали, дорогой, отдохнем, проветримся. Как интересно это самое. Они там, наверное, в нашей ванной плавают. Наверное, мучаются бедные тоже. Там уже химии много у вас, разные всякие. Ты лучше пусть только химии будет. Воздух блезда. Ой, не могу. Ой, все, родная, спокойной ночи. Давай, это холодно, что-то. Наступает утро. Тот собака, друзья. Блин, холодно. Я вставать не хочу. Как они тут спят? Ну, видишь, отопление вчера ты поломала. От холода просыпался несколько раз. Я и жена. Спалось ужасно. Я спала в спортивном костюме с капюшоном. Я уже не помню, когда в последний раз вообще так спала. Я как раз под утро засыпала. И тут слышу мужа голос. Слушай, пора вставать. Нужно живность кормить. Вместо завтрака в постель – уход за животными. Вместо душа – влажные салфетки. Но, несмотря на все невзгоды, даже в курятник Юля идет с прической и макияжем. Учи, 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 учи. Так, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Что, один пропал? Кирюш, одной утки не хватает. А куда она делась-то? Не знаю. Вот, их пять, было шесть. Что, ну, сожрали уже. По-видимому, дело снова пахнет керосимом. Где-то пролезло, убежало. Несмотря на расстоятельную просьбу Павловых внимательно следить за хозяйством, Шкаленко уже не досчитались одной утки. Я пойду там, может, посмотрю. Подожди, не ходи никуда. Иди сюда. У нас, похоже, побег из курятника, смотри. У нас бегает. Дырка, да? Объявляем план-перехват. Да, значит, она ровно получит. Серьезно, смотри, дырка. Что, серьезно? Смотри, дырка. Я увидела перья, которые были в дырочке, из которой она вылезла. Я не знаю. Или ее туда вытащили, или она сама ушла. То есть, это неизвестно. Ну, мне кажется, вытащилась ее мощная группа. Или ее кто-то украл, или ее реально съела лиса. Или утка убежала. Какая лиса? Пойдем, может, она где-то здесь. Съемочная группа решила, блин, разбавить контент. Надо найти. Для Павловых каждая птица на вес золота. Ведь живая утка стоит целую тысячу рублей. А если разделанная, то еще дороже. По деревенским меркам сумма внушительная. Что тут? Я... Отопления нет, приходится приседать. Уйти, уйти. Мне было тяжело. Хотела вернуть эту утку, потому что люди живут не в таком достатке, как мы. Для них эта утка – ценность. Как для меня, что-то у меня дома. И что теперь делать будем? Я не знаю. Засада какая-то. Это факт. Да найдут они утку. Пока Юля и Кирилл заняты частным сыском, семья Павловых даже не вспоминает о своем курятнике. У них лакшери утро. Прибежали детишки, и давай прыгайте от радости, что они на новом месте, в новом доме. Можно немножко побеситься на широких кроватях. Они, конечно, на меня наскочили, и давай топтаться, как какие-то мамонтята. Так началось наше утро. Выспались? Садись. Я сегодня выспалась. Удобно, да? Становятся настолько обыденными, что уже совсем не стоят тех миллионов долларов, за которые продаются эти апартаменты. Раз не можешь сэкономить на виде... Почему он весь выпуск... Все ему не нравится, все ему не так. То говно, это говно. Апартаменты уже надоели, то говно. Из окна можно сэкономить на завтрак. Снова заказывать еду Павел счел расточительством. Поэтому семейство доедало бутерброды, оставшиеся после поезда, но настроение это никому не испортило. Пока мы завтракали, включился телевизор. Видимо, он был запрограммирован на включение в это время. Там шла утренняя гимнастика. Для городских жителей, у которых недостаток движений. Ух ты! Ну, это супер, это супер, да. Я такой дурью не занимаюсь. Похоже, утренняя гимнастика заинтересовала только никогда не унывающую бабушку. Бабушка, нормально. Даже футболку подобрала под новый цвет волос. Для меня и моих детишек настоящая зарядка в обычной жизни. Это лопата с говном, да? Доскакать на ней до речки и на всем скаку залететь в воду и сделать вот эту вот зарядку на свежем воздухе. Ну, имитация просто, заменитель. Резиновая женщина. Резиновая женщина. А в дом на хуторе заглянул очередной сосед. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел дома. Здорово. Я вместо него. Уехал он в Москву от него. Ну, другой раз, когда он дома. А что, бухнусь? Подожди, Дема, подожди секунду. И где можно купить утеночка? Ну, утечку можно купить только у людей найти. Рынк у нас нет, а рынка нет сейчас. А можешь выручить, подкину на чем-нибудь, этому люди не местные, чтобы они не шарились. Ну, подкину я вам на лошадке езду. Если хотите. Пойдем. Я должна переодеться. Подождете, ладно? Подождем. Переоделась. За утями собрались. Мужиками с людьми потекли. Ну, видимо, она еще не выключила в себе городскую жительницу. Поэтому так и наряде делать. Я была одета по своему статусу. Я привыкла так ходить, и буду ходить где считаю нужно и как считаю нужно. Боже, звезда ты наша. Спасибо. Вот тут карета. Низкий поклон населению. Повезло, люди отличные. Это большой жирный плюс. Стоп, надо остановиться. Не бойся. Ну, Кириш, знаешь что? Что-то лошади не нравится. О, боже мой. Меня все трясет. Что, давай селфи с тобой забацан. Оживи себе свой инстаграм. А в откуда? В Москву приехали? Ага. Хотим уже обратно. А я думал, вы хотите здесь остаться. Да, спасибо большое. А еще пару дней, да. Что, не нравится нам? Нравится, но только я хочу уже домой. Похоже, что неподготовленный к деревенской жизни городской организм соскучился по тепличным условиям. Оно и понятно. Не каждому дано жить на свежем воздухе. Нам долго еще, вы знаете. Это они, в общем, так понимаю, едут, где утки, да, есть? А вам вот сюда вот. Ну, спасибо вам большое. Все, пожалуйста. А назад как? Я первый раз так катаюсь. Опа, пойдем. Красопедовна. А за такси платить? А, у них же деньги, градус якобы 700 рублей на утку, да? Как-то выторгуют. Есть кто живой, нет? Здравствуйте. Здрасте. А мы слышали, у вас можно уток купить. Утку. Какую вам? За 700 рублей. Такой цены нет утки, чтобы 700 рублей. Есть за тысячу. Вот только у Кирилла с Юлей таких денег нет. Все, вот видите, без денег. Извините. Будете помогать, работать. Все, я это отдам, вот. У меня просто рефлекс был. А это такая вещь, которая, в принципе, я бы могла еще такую же купить. Ну, просто, что она не дешевая. Больше 100 тысяч. Да зачем она мне? Да нет. Возьмите, мне утка нужна. Куда мне? Коробка. Мне денег. То же самое, что я не разбираюсь в утках и коровах. Она не разбирается в украшения. Отдала за 100 тысяч украшения. Она у нас на воде. Вы пойдете ее ловить? Придется. 700. Ладно, ожерелье ваше. Но с условием, что вы их сами... Не ожерелье. Даже лодку вам дадим. Куда идти? Вот прямо на рейке. Серьезно? То есть ожерелье за 100 кусков? Ну, если она, конечно, не... Понимаете, да? Не... Приукрасила, скажем так. За утку. Похоже, сейчас состоялась... Самая крупная коммерческая сделка на хуторе Горский. Самая дорогая утка была. На 45 этаже в Москва-Сити первый гость. Звонок. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. Открываю, женщина. Что надо? Полы. Да, уборщица. В нашем доме женщина-королева, а все остальные обслуживающий персонал. Понимаешь, да? Да. Очень стало неудобно. Очень неудобно. Я органически не привык к тому, что кто-то за меня что-то убирает. Только жена. Мне стало совершенно некомфортно. А вот для семьи Школенко уборка квартиры клининговой компании 4 раза в неделю – дело привычное. 4 раза в неделю. Здесь, наверное, почистим, да и все. Потому что я так неудобно себя чувствую. У меня прислуги нету. попросил побыстрее, одну комнатку, только-только. Если здесь так заведены такие правила и все. Потому что нет, меня это коробит. Не могу так. Я все закончила. Сколько стоит это удовольствие? 5 тысяч. 5 тысяч? Да. Вот эта комнатка? Одна комната 5 тысяч почистить. Москва. Я в шоке просто. Очень дорого, конечно. Очень дорого. А вы думали? Прибавьте остальные те платежи за свет, воду. Катастрофа просто. Почему ты меня не позвал помыть эту комнату за 5 тысяч? Ну, что делать? Давай, доставай. Я просто в шоке. Россию не понять. Куда катится мир? Минус пятератка. Все, спасибо. Вам спасибо большое. Вам спасибо. Слава богу, уже здесь дом не помылило. И, кстати, этого готовы друг другу грызть глотки. Я вот этого просто не понимаю. А здесь, на самом деле, такой порожняк. Вот если честно. Лене стало так неудобно, что она сняла любимое платье, надела домашнюю рабочую одежду и приняла зуба. Убирать. Помоги, пожалуйста, натянуть большое одеяло, а? Вы сама справишься. Я тебя не заставляю колоть дровать. Куда ты? А это работа баб. Что там случилось такое? Что это было? Доигрались. Хокнули цатку одну. Что случилось? Мы играли и случайно разбили. Случайного ничего не бывает. Мы в чужом доме. С другой стороны, богатенькие для них это, как, наверное, чихнуть. Ты сам говорил, что... Рулон туалетной бумаги у них дороже стоит. Ты сам говорил, что человек должен после себя оставлять себя чистое. И целое место. Антон, собираем. Если так получилось, тогда нужно сейчас взять и убрать эти осколки. И не порезаться. Настя, встаем и убираем. Давай хотя бы крупные. Разбили и убрали. В Москве уже начали пить посуду. А на хуторе Горский Кирилл и Юля продолжают развлекаться от водки. А серьезно? Они будут ловить утку? Зачем я обулась? Тихо, тихо, стой. Прогулка на миллион долларов. Что страшного? Это реально их утки? Это дикие утки. Наверное. Бабло отдала, цепуру отдала. Не знаю. Иди ты узнавай. А вот они кукусики плечутся. Вижу. Ох ты, ебан. Я сейчас просто буду весь... Я ж не буду вот так, как дед Мазай. Буду так... За зайцем. Это нереально. Это нужно быть. Это нужно быть от рождения ихтиандром. Секция любителей каяка. По-видимому, жители хутора Горски устали слушать отборный мат над прудом и решили... Решили помочь, да? Ну как, получается? Не клюет. Ладно, я вижу, с вами тут каши не сваришь. Давайте я вам... Так, а что кашу? Сжались с вами. Хорошо. Лучки свалили ваши. Они меня, видно, прочуялись, свинтили. Или они у вас радиоуправляемые такие. О, Боже. Вы городские, к деревенской жизни не приспособлены. Такие навыки, да, жителям городского не нужны. Давайте я вам отдам так, без ловли. Спасибо. О, видишь, как... А, ну, принесла уже? Приходите еще. Спасибо, что выручили нас. Спасибо, Свет. А жерелья не забудьте одевать. Обязательно. До свидания. В мешочек засунули птичку. Мы принесли все в дом, все обратно. Хочется, чтобы все было на месте, на своих местах. А в Москве у Елены наконец-то появился шанс почувствовать себя королевой анизолушкой. А может, это та же утка, которая и пропала? Как вы думаете, ребят? На вечер запланирован поход в ресторан. Ты что делаешь? Я хочу попробовать одеть вот это платье в ресторан. Куда одеть? Мы в ресторан идем сегодня? В ресторан идем еще. Так. В своем идем. Это вот в этом? Да, в своей одежде идем. Так, выйдите. Нам поговорить с мамой надо. Нам надо с папой поговорить. Пожалуйста, подождите нас у бабушки. И в этом смысл жизни заключается вообще. Ты что, обалдела? Да, но и не в штанах. Какими-то попользоваться. Мне это не очень. Хоть за миллион. Обноска есть обноска. Давай померяй. Дисгармоничная. Я не разрешаю тебе даже мерить. Она захотела хоть немного себя почувствовать девушкой. Вот это. Я же ясно сказал. Мы либо идем в своем, либо не идем вообще. Все, я пошел. А ты подумай. Каблуки в моей жизни, пожалуй, закончились. Какой-то злой мужик вообще. Очень злой. Видимо, реакция Павла на чужие платья отбила у Елены желание надевать даже свое. Так и пошла в ресторан в штанах. Семье Павловых далеко ехать не пришлось. Оставив Татьяну Викторовну дома с младшим ребенком, они просто поднялись на несколько этажей выше. Вид остался тот же, вот только меню непривычное. Так как мы никогда не пробовали устрики, естественно. Сейчас они тут увидят цены. Давайте попробуем. Все согласились. Ну, ребята, что, я первая? Дайте хоть попробовать. Что ты за звуки издаешь-то? Знаешь, очень вкусно, ребята. Натурпродукт. Морской. Запах мокрой шерсти у собаки после дождя. Нет, нет. Я больше не буду. Зная твой нрав, пока мы все не съедим, ты не будешь отец. Как вкусно, Настя. Я, по крайней мере, сфотографирую. Давай. К концу второго дня семья Павловых вспомнила про оставленный им фотоаппарат. Можно, пожалуйста, рассчитать наш столик. Что за кубе ценник? Это стоит 370 рублей, вот эта тарелочка. Спасибо. 370 рублей? Да, конечно. Устрицы Кумамото 10 штук. 3 700. Так это было... За штуку? Сема за одну устрицу? Ну, конечно. Мама, мама. Для среднероссийского жителя это половина пенсии. Одна ракушка 370 рублей. Я бы за свои туда не пошел никогда, ни в жизнь просто, нет. Ну, это еще, на самом деле, по правилам проекта, в конце второго дня семья знакомятся друг с другом по видеосвязи. Это единственная возможность задать свои вопросы хозяевам их временного жилища. А, сейчас будет скайп знакомства. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы там живете? Как ваши впечатления? Холодно очень. Отопительные приборы плохо настроены были. Если бы я был сейчас там, я бы вам показал, как надо растапливать печь. Я уже нарастопила вчера печь. Что дым был по всему дому. Так что так. Ой, молодец. Вот хорошо. Что ты тут надела, не пойму. Ты не знаю, я все дымлюсь, не могу. А мы затопили соседей, ничего? В каком смысле вы соседей затопили? Как затопили соседей? Как так получилось, мама? Ну, я разбиралась в посудомоечной машине. Да не затопили вы соседей. Ну, что-то быстро нольется. Ну, немножко вода прилилась, мы все собрали. Не переживайте, мы все собрали. Ванна целая. Все целая, не переживайте. Это для меня, это, конечно, очень тяжело. Это строилось, это что дело с руками моего мужа просто. Одна вазочка здесь была с цветочком. Дети случайно разбили, когда играли. Спокнули цадку одну. Что случилось? Мы играли все. Ой, сейчас начнет такая богатая. За одну эту материальную присоску меньше. Так что, в принципе, радуйтесь. Ваза просто много денег стоит. Искупили какую-то карму. О, много денег. Я не пойму, а где моется ваша жена и дети? Я вот до сих пор не могу три дня помыться, кстати. У вас нет условий для вашей семьи, в вашем доме. По поводу туалета, конечно, я бы еще сделала замечание. А бы вам. Ты посмотри на вот эту сидушку. Нужно туалет облагородить, сидушку даже ту же самую поменять. Вам у нас не понравилось, насколько я понимаю, да? В доме мне не понравилось, естественно сказать. Не понравилось, да. Потому что я не понимаю, где вещи, где ваши дети спят и где умываются. Вот мне непонятно. Бомжуем, то есть, с вашей точки зрения, да? Ну, хорошо, все. У меня вопросов больше нету, пожалуйста. О, смотрите, как он обиделся, капец. Вот мое мнение. Не знаю, мне этот момент непонятен. Он обиделся, наверное, из-за того, что я сказала, что условий нет в доме. Понимаю, может быть, материальное положение не позволяет, но какие-то можно моменты элементарные, человеческие условия, какую-то современную сантехнику, водопровод и так далее. 21 век, люди на Марс летят уже в следующем году, поэтому, в принципе, если они здесь счастливы, их все устраивает, это удача. Не трогай людей, да? На пусть свет все фломастеры разные, я не знаю. Все. На утро заключительного третьего дня, после сомнительных водных процедур, Юля и Кирилл решили искупать хотя бы коня. Раз уж самим нормально помыться за время обмена, так и не удалось. Это она так искупала коня. Она грязная, все, нужно ее помыть. Да, на речку сходим? Да, да. Тихо, тихо. Кто я сказал? Все, тихо. Да не туда. Не туда ты, балбесня. Пойдем. Кусается. Неуправляемая лошадь. Да что ж такое у тебя сегодня, джойстик поломался, а? Местные там немножко поулыбались, думают, да, сразу видно. Больные, да? Городские не приехали. Как там к речке ближе, подскажите? На улице прям, 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 прям. А по времени сколько? Мекрометра два. Ооо. Ну и воносик. Дома помоемся, да? Решение, обратно, вернуть ее на парковку. Все, она купаться не будет, она идет домой. Ты что, два километра так везти, я замамукаю. Видно, права у меня не той категории. Все, пошли домой. Пойдем. Домой. Куда ты? Ну да. Хотела, чтобы она была чистая. Управлять непросто. Такие счастливые шли, думали прогуляться. Но не получилось. Тем временем семья Павловых решила до конца освоить оставленный на три дня бюджет и поехать на рынок за свежими продуктами на гламурной розово-фиолетовой Волге Шкаленко. Феррари. Ух ты! Феррари. Так. Опа! Водитель Кобылы. Угу. Не заводится. Сейчас, подожди, она... О! Все нормально. Это механик? Делай, как ты считаешь нужным. С трудом заводится. Он умеет ездить. Скрипит, свистит, сцепление. А что производит такой свист? Сцепление, я думаю. Да что ты. А давай закажем через интернет. Есть же фермерский продукт. Позорно мою седую голову. Ну ее нафиг, это колымагу. Да мы ее нафиг, это колымагу. Через интернет. Есть же фермерский продукт. Позорно мою седую голову. Ну ее нафиг, это колымагу. Да мы ее нафиг, это колымагу. Пошли. У меня ничего не получилось. Не покатались толком, к сожалению. видно что ребенок от отца учится так как мы не смогли доехать до рынка на машине мы решили опять заказать он так уже не готовую еду а фермерские продукты корень хрена 442 рубля это че вна грамм у нас огран растет в огороде как сорняк помидоры тирот рублей охренеть конечно но ты понимаешь куда мы попали да здесь просто какое-то безумие вакханалия тыквенную кашу из чего мы сколько стоит тыква 1300 до цены конечно космические вы находитесь москва сити елена придумай что-нибудь все-все не переживай деньги есть давайте тогда картошку больше я сюда не ногой через час должен быть заказ продукты для обеда и ужина сократили бюджет на 8700 рублей зато через 40 минут семья павловых зато все быстро доставленные продукты так доставочка салат можно сразу сейчас прямо практически не пахнет давай еле-еле пахнет так помидор конечно пахнуть не должен нормальный могу просто твердый кол влепить за за эти несвежие и ватные огурцы помидоры это лучшее что мы смогли найти в москве лучшее надо понимать еще до лучшее и качество которое не удовлетворяет даже меня простого крестьянина понимаете приготовив ужин и окончательно разочаровавшись в столичной жизни павловы не только с нашего огорода на на хуторе горском юлия кирилл уже прощаются с их временным жильем я думаю на пользу пошло тебе такое романтическое путешествие у тебя мозгу чуть-чуть прибавилось декорации поменяла убедилась в очередной раз как мы с тобой хорошо же надеюсь подумала то о чем я тебе раньше говорил выводы сделала на протяжении последних трех дней самые памятные моменты семьи зафиксировали на пленку мужик там хорошую твою семья богатая не оставляют на у него такая немного типа я крутая такая принцесса хотя свой стороны мужики может быть сам разбаловал либо такую жены взял ханик ты мой дорогой ну что пока самое лучшее впечатление наше это ты да вот и кончилось семья павловых тоже не со слезами на глазах прощается с новым домом я просто не смог бы так жить никогда все фальшивое я уезжаю отсюда более опустошенным чем приехал когда сюда а тебе как бабушка мне не нравится жить между небом и землем я хочу на земле душа отвела душу а так я конечно тоже скучаю по земле и по свежему воздуху и солнце детьми здесь жить невозможно дом напоминает большую тюрьму это просто вообще ужас никаких нормальных условий наконец-то домой гостя хорошо дома лучше особенно хорошо дома с тридцатью пятью с половиной тысячами рублей сэкономил за эти три дня они сэкономили проекта эти деньги павловы оставляют себя одеваться одеваться домой в горский думать нормально приехали пожилищие бабки домой забрали а я пожелаю юлии кириллу пока не поздно одуматься потому что любая самая плохенькая избёнка она лучше этих золотых клеток просто потому что там ты себя чувствуешь свободным человеком боже мой что там у нас была баба в общем-то с огромной короны на голове что мужик который был с более небеспечной семьи тоже ну там я вообще молчу он реально чем-то головой тронут я готов с вами обсудить в комментариях ребят если вы хотите больше выпусков обмен домами пишите в комментариях подписывайтесь на канал и увидимся очень скоро всем пока